Радость через силу Одинокая и до одичалости угрюмая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить. Я старался ни на кого не глядеть, а они все смотрели на меня с омерзением. Я их всех, разумеется, ненавидел, с первого до последнего. Я их всех презирал, а вместе с тем, как будто бы их и боялся. И вот опять я один. Это так тяжело, так ужасно, так мучительно. Скоро я стану старым, и все это наконец закончится. Множество людей побывало здесь, в моей комнате. Они о чем-то говорили, я даже не помню уже о чем. Их больше нет. Разбросанные по всему свету, они разженились, потолстели и опустились. Все они наслаждаются лишь тем, до какой степени они могут кого-нибудь унизить. Повсюду грязь, хамство и свинство. Забитый скот, который больше не чувствует ударов ножа. Господа, вы наверное думаете, что я вас рассмешить хочу? Вы ошибаетесь в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется. Впрочем, если вы вздумаете спросить меня, кто ж я таков, то я вам отвечу. Я человек больной. Я злой человек. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик. Анонист, застенчивый, интеллектуальный и все такое. Хотя я наврал-то про себя, что я злой. Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни героем, ни подлецом. Я только и делал все время, что ко всему привыкал. То есть не то, чтобы привыкал, а всего лишь совершенно-таки добровольно соглашался терпеть. Смотрите же, господа. Предположим, у вас нет никого. Предположим, остается вам только сидеть дочитать книги. А что же такое книга? Ведь человеку нужен кто-нибудь рядом. Человек с ума сходит, если у него нет никого. Сидишь здесь вечером один, почитаешь книгу или подумаешь о чем-нибудь. Иногда думаешь, думаешь и некого спросить, правильно думаешь или неправильно. Или видишь что-то и не знаешь, есть ли он на самом деле или нет. И спросить некого, видит ли он то же самое. И рассказать некому, и не с чем сравнить. Весь день я скучал. Редко случалось, чтобы я не проплакал почти все время после обеда. Одно в моей жизни хорошо. Проверяя ее по своему детству, я вижу, что я не предал его, мое милое далекое детство. Все дети экстремисты. И я остался экстремистом. Не стал взрослым. Не продал себя. Не предал душу свою. Оттого и такие муки. Эти мысли воодушевляют меня. Впрочем, когда я пьян, мне все нравится. С улицы раздаются противные крики детей. Я закрываю глаза. На меня накатывает беспочвенная тревога. Я думаю об этом. Прислушиваюсь к своему телу. И всерьез начинаю пугаться. Необъяснимый страх хватает меня за солнечное сплетение. Я чувствую слабость. Холодеют ноги. Покалывает то ли сердце, то ли левое легкое. И я спрашиваю себя. А что если это не от тревоги, а наоборот, тревога от этого? Тогда становится еще страшнее. Я, признаться господа, люблю быть один. Но вот прошла неделя. И от моего одиночества я уже порядком подустал. Компьютер не развлекал меня. А садясь за блокнот, я часто подолгу просиживал, не написав ни строчки. А теперь еще и это болезненное состояние. Одним словом, я начал скучать. Сегодня ночью я поеду ебать Наташу. Мою девушку. Красивую, хоть и не очень умную. Внешне так сильно похожую на мою первую любовь. Я не могу быть с нею счастлив. Я по привычке ищу счастья, не думая о том, что большинство людей так и живет в мире, не имея счастья. Мужчины и женщины имеют между собой отношения проститутки и ее клиента. Все скучно и невыносимо. Какая же большая разница, ебешь ты нелюбимую или любимую женщину. Небо и земля. Вот, пожалуйста, и пизда хорошая, и ноги у нее хорошие, и все хорошо. Но я ее не люблю. Господа, а что я могу сделать? Все умрем. Будь здесь. Здесь тепло и сыро, жгуче и спокойно. И только здесь человек чувствует себя на месте. Вот что говорила ее пизда. И я с ней был согласен. Ты не можешь кончить, говорила моя Наташа, ебясь и немного задыхаясь от ритма ебли. Потом она кончила. Потом я ебал ее своим хуем. Потом не ебал. Потом опять ебал. От всей той ночи осталось ощущение какой-то мясной возни. Она знает, что я не люблю ее. Но от этого она почему-то лишь сильнее ко мне привязалась. Я неправильно живу. Я ничего не делаю и очень поздно ложусь спать. Я ни о чем не могу думать. Ощущение полного развала. Тело дряблое. Торчит живот. Страшная рассеянность. Ничего меня не интересует. Мыслей никаких нет. А если и промелькнет какая-нибудь мысль, то обязательно вялая, грязная или трусливая. Нужно работать. А я ничего не делаю. Совершенно ничего. И не могу ничего делать. Денег нет ни копейки. И при моем самочувствии нет, разумеется, никаких денежных перспектив. Я вижу, как гибну. И нет энергии бороться с этим. Нет уже в душе той радости, которая была несколько лет тому назад. Лень и вялость наполнили меня всего. Но у меня есть выход все примиряющий. А именно спасаться во все прекрасное и высокое. В мечтах, конечно же. Мечтаю я ужасно. Мечтаю по три месяца сряду, забившись в свой угол. В такие периоды я делаюсь вдруг героем. Я начинаю верить тогда, что каким-то чудом, каким-то внешним обстоятельством все внезапно раздвинется. И вот я выступлю вдруг на свет Божий. Чуть ли не на белом коне. Форма, фуражка, компас свастики на плече. На что я жалуюсь? Мне дано все, чтобы жить возвышенной жизнью. А я гибну в лене, разврате и в мечтании. Господи, какая ужасная жизнь. И какое ужасное у меня состояние. Я не могу ничего делать. Все время хочется спать, как обломово. Надежд нет. Вот я о чем. Господа, вы хотите смеяться? Смешите себя сами. Разве вам не смешно? Да? Если бы не было так грустно. Уже и не нужно в сущности никакой сатиры, никакого юмора, никакой иронии. Настолько все ебанно и подзалупно, что смешно уже смотреть даже просто на ебучих людей. Все потерявший, но так и не сдавшийся, я сижу на балконе и смотрю на первых прохожих. Сегодня ночью я поеду ебать Наташу, мою девушку. Красивую, хоть и не очень умную. Внешне так сильно похожую на мою первую любовь. А теперь пора идти спать. Все. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»